Здравствуйте дорогие друзья! Вновь с вами продолжаем разговаривать о популярном и актуальном программном обеспечении на сегодняшний день. И сначала поговорим именно о антивирусах. И собственно поговорим о антивирусе под названием G-Data. Данный продукт появился на рынке антивирусных решений именно в России буквально недавно. И собственно пытается попасть в большую тройку, завоевать доверие у покупателя и отвоевать свое место под солнцем. Здесь представлено для домашнего использования 3 стандартных версии, которые также есть и у конкурентов. Это обычный антивирус, интернет секьюрити, уже расширенная защита и в основном она нацелена на защиту тех пользователей, которые выходят в интернет. И также TotalCare. Собственно TotalCare это популярный продукт у всех антивирусных компаний. В чем заключается отличие от обычного антивируса и интернет секьюрити. Все очень просто. Здесь присутствует резервное копирование ваших данных. Настройка системы для домашнего использования в принципе может хватить и версии интернет секьюрити. Если вы не нуждаетесь вдруг в резервном копировании и в детальной настройке вашей операционной системы. Чем же примечателен и привлекателен для покупателя антивирус G-Data? Все очень просто. В работе здесь задействовано два антивирусных движка. Это Avast и Bitdefender. По поводу проверки системных файлов. Вот тут уже ситуация немного иная. Здесь присутствует такая функция. Это отпечаток файлов. То есть антивирус после первого сканирования составляет уже определенную базу. Именно безопасных файлов, безопасных программ, приложений и так далее. И в дальнейшем, когда антивирусные базы обновляются, он сравнивает новые базы с теми файлами, которые уже присутствуют на компьютере. И с теми файлами, которые он раньше отметил как безопасные. И если после этой проверки все нормально, то при следующем сканировании он уже к тем файлам, которые находятся в списке безопасных, обращаться не будет. И тем самым сканирование в разы возрастет. Теперь давайте поговорим о тех антивирусах, которые, скорее всего, у большинства установлены дома. И популярны не только в России, но и в целом мире. И начать бы я хотел именно с антивируса Norton. Я сам являюсь пользователем данного антивируса. У меня установлена версия Norton 360, версии 5. И, собственно, здесь из продуктов стоит выделить три основных. Антивирус, интернет-секьюрити и Norton 360. Антивирус, как я уже и говорил, для тех компьютеров, которые, скорее всего, в большинстве случаев работают в режиме офлайн. Далее, если вам необходим выход в интернет, либо вы часто находитесь в социальных сетях и без интернета жить не можете, вам больше подойдет версия интернет-секьюрити. И по поводу Norton 360, аналогично полной защите, как у антивируса G-Data, здесь присутствует резервное копирование ваших данных и также оптимизация операционной системы. Туда входит и оптимизация дисков, и очистка автозагрузки, очистка мусора ваших браузеров и так далее. То есть, в принципе, здесь есть, скажем так, для большинства пользователей некоторые лишние функции. И если вы за них не готовы переплачивать, я бы вам посоветовал купить именно интернет-секьюрити. По большинству тестирований, которые я когда-либо читал или видел, Norton сравнивают или приравнивают к антивирусу от Касперского. Собственно, работает достаточно быстро. Есть великолепная функция, кстати говоря, в Norton 360. Она называется мониторинг. Если, я думаю, большинство людей с этим сталкивались, когда вы замечаете, что у вас практически ничего на компьютере не запущено, а процессор загружен по полной, и операционная система начинает виснуть, в большинстве случаев людям говорят, что это, скорее всего, вирус. Вот в Norton 360 есть функция, которая называется мониторинг, и антивирус сразу же вам сообщит, какая программа, либо какой процесс или служба в данный момент съели практически все ваши ресурсы операционной системы. Поэтому вы всегда будете в курсе всех событий. Теперь бы я хотел поговорить о компании ESET и продукте, который они выпускают под названием Nod32. Это также антивирусная защита, также входит в большую тройку. Именно для Российской Федерации это, скорее всего, один из самых продаваемых антивирусных решений, которые существуют на сегодняшний день. Да, как можно, в принципе, и удивиться, но все-таки Касперский по продажам именно Nod32 уступает, в том числе и Norton, и все остальные антивирусы, которые существуют на рынке. Почему такая ситуация сложилась на сегодняшний день? Все очень просто. Если углубиться в историю компании ESET, то это люди, которые впервые в своих антивирусных решениях использовали эвристический метод, также внедрили облачные технологии, и это уже говорит о многом. В продуктовой линейке для дома мы сможем заметить обычный антивирус и Smart Security. Здесь ситуация также очень простая. В принципе, есть и третье решение под названием Titan, но, как и в предыдущих антивирусах, о которых я уже рассказал, там есть некоторые лишние функции, которые большинству использователей могут не понадобиться. Поэтому, если, опять же, ваш компьютер находится в офлайн, вы выбираете антивирус. Если вы хотите более полную и комплексную защиту, я бы вам рекомендовал выбрать версию Smart Security. Теперь давайте поговорим о последнем антивирусном решении, которое замыкает нашу самую популярную тройку. Это Касперский. Лаборатория Касперского. Один из самых, пожалуй, популярных антивирусов, который у всех всегда на слуху. И вот, что лаборатория Касперского предлагает для домашних пользователей. Несколько продуктов. Начальный уровень антивирус Касперского. Средний и, пожалуй, самый популярный уровень, который подойдет для большинства пользователей, это Internet Security. И самый мощный продукт в данной линейке для ПК. Касперский Crystal. Если сравнивать Crystal с Norton 360, то здесь также присутствует и резервное копирование, но есть очень интересная функция под названием шифрование данных. Ну и, конечно, присутствует, помимо всего прочего, родительский контроль и очень интересная функция, которая называется защита флеш-накопителей. То есть, вы можете в настройках указать только одну единственную флешку, допустим, свою, и тем самым обезопасить свое устройство, к примеру, переносной ноутбук от посягательств извне, и ваш компьютер будет вдвойне защищен. Ну, давайте поговорим про более простые и понятные всем варианты антивирусных решений. Это, конечно же, Internet Security. Ну, а под Новый год, уж тем более под праздники, если мы разговариваем о хорошем подарке, то выгодно купить Internet Security Special Ferrari Edition. Что здесь интересного? Внутри тот же самый Internet Security, но с небольшими изменениями. В плане функциональности все остается на том же самом уровне, но меню очень красиво и оригинально оформлено в стиле Ferrari. Ну и, конечно же, внутри коробки, помимо антивируса, руководства пользователя и ключа, вы найдете очень интересную гоночную эксклюзивную игру. Поэтому, в принципе, это очень интересный подарок, в то же время и защита, и развлечение. По поводу продукции Касперского существует множество заблуждений, но постараюсь выделить два основных. Первое. Многие люди, когда приходят в магазин, отказываются покупать Касперского, потому что, мол, он пищит, кричит, мычит, свистит, лает и кусает. Ну, собственно, нам всем с вами известный уже давно звук хрюшки в новой линейке Касперского по умолчанию выключен. То есть, когда появится новая угроза, либо что-то будет обнаружено, у вас просто появится сообщение, никакого звукового оформления, которое вас будет раздражать, в новой линейке нет. Но если вы являетесь поклонником, так скажем, старой школы, и вас крик хрюшки, наоборот, умилял, а не раздражал, вы сможете в настройках его включить. К слову, из-за данного звукового оформления Касперский в Америке продавался просто как горячие пирожки. Многим пользователям такое нестандартное решение очень понравилось. И второе заблуждение, что антивирус Касперского поедает множество системных ресурсов, и что он самый такой зловредный антивирус, для которого нужны мощные компьютеры, и поэтому все в большинстве случаев покупают нот, и Касперский по продажам в России именно от нот и отстает. Собственно, тоже это заблуждение. Проще сказать так, многие тесты, которые я видел, многие журналы, которые я читал, они пишут следующее, что от тех технических характеристик, которые указаны в самом антивирусе, нужно просто накинуть сверху еще процентов 10. Все, больше Касперский не будет съедать ваших ресурсов, не отнимет у вас ни силы процессора, ни количество оперативной памяти. И буквально недавно я присутствовал на очень интересном семинаре, там были и Dr.Web, и представители ESET, и также лаборатория Касперского, и они провели очень интересное тестирование, в котором рассказали, что проводили тест на средником бюджетном смартфоне от HTC, и на нем спокойно, на том железе, которое присутствует в данном устройстве, спокойно Касперского можно будет запустить и даже просканировать устройство на вирусы. То есть это говорит о том, что это предубеждение и, возможно, рекламный ход конкурентов. На самом деле у продукции Касперского все в порядке и со звуковым оформлением, но если вы любите, как я уже сказал, old school, можете вернуть хрюшку. И также все нормально, с рекомендуемыми системными требованиями. И еще один момент, который упомянули на семинаре, на котором я присутствовал, он заключается в следующем. Представитель компании лаборатория Касперского заявил, что в России в этом году антивирус Касперского продается в разы хуже, чем, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Там его покупают по-прежнему хорошо и больше, чем в нашей с вами родной стране. Думаю, что эти факты также омрачают общую ситуацию, поэтому не сомневайтесь, берите смело, это очень хороший и надежный антивирус. Не зря, он всегда остается лидером и его все всегда рекомендуют. Далее я хотел бы с вами поговорить о электронных переводчиках. Всем известный промт, все мы прекрасно с вами помним то время компьютерных игр, когда английские версии умельцы переводили с помощью автоматического перевода через промт. Все мы смеялись над переводом, все мы помним те смешные и непонятные нам фразы, которые высвечивались на экране в виде субтитров. Но теперь давайте поговорим о данном продукте. Он очень популярный как у школьников, так и у студентов. Промт умеет переводить целые тексты, либо какие-то абзацы. В принципе, существует множество словарей, которые входят в основной пакет. Они могут быть на различную тематику. Это может быть и распруденция, и техника, и физика, и химия. Также, если вас вдруг, например, не устраивает машинный перевод, есть и различные словари, с помощью которых вы можете посмотреть детальный перевод какого-нибудь одного слова или словосочетания. Продуктовая линейка у Эбби немного другая, чем у Промт. Здесь представлены именно словари, которые ограничиваются переводом слов, либо словосочетаний. Но также великолепно подходит и для школьников, и для студентов. И вообще, в принципе, что Промт, что продукты от Эбби, подходит всем тем людям, которые хотят изучить новый для себя язык. В принципе, что я могу отметить из основных возможностей и особенностей продуктовой линейки от Эбби. Тут есть очень интересная такая функция под названием Тьютор. То есть, это небольшая программа, которая поможет вам изучить язык в несколько этапов. Вы будете выполнять задания, вам будут предлагаться разные варианты перевода слова. Вы должны выбрать правильное. И вы можете задать в программе то время, через которое вы хотели бы, чтобы программа вас проверяла. И тем самым вы будете заучивать слова и ближе приблизитесь к своей цели, собственно, к изучению какого-то языка, который вы выбрали. Присутствует озвучка уже не просто машинным голосом, а профессиональным диктором, который является носителем того языка, который вы хотите изучить. Это также очень важно. И сама продуктовая линейка отличается количеством языков, которые будут входить в купленный вами пакет. И что самое интересное, для пользователей интернета, для молодежи, есть пакет под названием Lingva X3 Medved Edition. Собственно, здесь весь тот сленг, который существует в нашем интернете. Очень интересное решение. И последнее, о чем бы я сегодня хотел поговорить, это платный офисный пакет от Microsoft Office. Версия, которую я бы хотел вам всем порекомендовать. Называется для дома и учебы 2010. Сюда входит 4 программы. Это Word для работы с текстовыми документами, Excel для работы с таблицами, PowerPoint для создания презентации и OneNote. Это своего рода ежедневник, записная книжка, куда вы вносите свои записи и всегда будете в курсе тех дел, которые вы запланировали. Почему я рекомендую версию для дома и учебы? Во-первых, не потому, что она стоит дешевле. Самое главное, это лицензионное соглашение, которое, думаю, не все пользователи просматривают. И там указано, что для дома и учебы эта версия предназначена для одной семьи, для трех членов одной семьи, которые проживают на одной жилплощади и являются родственниками. Собственно, другого не дано. Вот если, например, взять бизнес-версию Microsoft Office, то там ситуация немного иная, посложнее. Собственно, очень важные правила, они могут быть кому-то непонятными, нелогичными, но такие правила установила Microsoft. Многие могут сказать, кто проверит, кто узнает. Это вопрос уже второй. Самое главное, я вам информацию донес, дальше решать уже вам. Плюс от покупки лицензионный Microsoft Office. Он достаточно весомый. Вам дается резервное хранилище, то есть определенное место определенного объема, куда вы сможете сохранять свои файлы. Не важно, что это будет, таблица в Excel, файлы в Word, либо презентации. Вы можете сохранять все, что угодно. И самое, что главное, теперь у вас отсутствует привязка к компьютеру, либо к вашему ноутбуку. Не важно, где вы будете, в какой точке мира вы будете находиться. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. Заходите через браузер в свой профиль, открываете свое хранилище. Все, документы готовы. Вы можете их редактировать, либо перекинуть на флешку и так далее. Ну и что еще интересно, тут присутствует и небольшая социальная сеть. К примеру, если также у ваших друзей есть лицензия Microsoft Office, вы сможете открыть им доступ к своему хранилищу, либо вместе с ними, находясь в разных точках нашей планеты, редактировать одновременно один и тот же документ. Дорогие друзья, я думаю, на этом на сегодня все. С вами, как всегда, был Владимир. Выбирайте только лучшее. Берегите себя.